Итак, пятая серия. Москва-Саргот. Движение по трассе М7. Темнеет, вечереет. С левой стороны Никольское. Село, по всей вероятности. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Начали пробную трансляцию ВКонтакте. Съемку из окна поезда. Не успели покинуть город Красноярск, как пропала мобильная связь и интернет. Первый блин комом, как говорится. Когда слышишь громкие заявления на весь мир о том, что цифровое телевидение по стране, интернет 4G. Так охота сказать. Ребята, оторвитесь от айфона. Реально, посмотрите на обстановку. Что за чушь вы несете? Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Между городами вообще связи нет. Досаду берет от таких громких, ничем не обоснованных заявлений. Раздражает, честно говоря. Так, двигаемся по трассе М7. Маршрут Москва-Тюмень. Впереди мост через реку Сура. И далеко впереди, ну как далеко, километрах в трех. Населенный пункт, с левой стороны Собхозный. И поселок Засурье. Опять вернусь к критике мобильной связи. В этом вопросе нужно наводить порядок. Ох, как давно этот вопрос назрел. Вообще, нафига нужен этот Билайн? Он стрижет купоны только в городе. Хороший роуминг у Мегафона. Развивать его от всех этих МТСов до Билайнов в топку к чертовой матери. О, пошил. Придурат. Придурат. А че, а куда ты мотался-то? Куда ты мотался? Ага. Ну, тут ты не жене обещал, тут ты со своим ребенком босишься. Если в жене там по магазинам, это одно, а тут со своим ребенком. Алло. Ну, короче, денек сегодня этот, по половине, по половине этот. Ну, не рабочий, короче. А с утра не работал? А сегодня еще планируешь или нет уже? Не, ну, ты знаешь, на обед можно что-нибудь с собой взять, какие-нибудь бутеры. Так вот, ну, да, да. Да, Жень, я согласен. Именно так и надо работать. Нужно вот прям вкалывать, вкалывать. Нам сейчас нужно собраться. Ну, морально, физически, всячески вообще. Собраться и вот прям вот вкалывать, вкалывать и вкалывать. Иначе мы просто не это, не выберемся. Блин, ну, ты знаешь, вот, вот пока, пока я бы не тратился на это. Можно, кстати, знаешь, что сделать? Можно посмотреть. У меня дома, по идее, должно валяться где-то там 3-4 ноутбука безхозных. Вот посмотреть, рабочие они или нет. Можно у брата спросить, может быть, у него что-то есть. Но тут основной у нас даже сейчас. Я вот не знаю даже как. Там, понимаешь, помимо ноутбука нужно же ещё и этот с собой возить. Либо йоту, она слабенькая. Либо как подключать к интернету этот. Ходить и до вечера. Вот как будет получаться вообще. Не знаю, что делать. Так, сегодня 19 ноября. Я обрабатываю видео Москва-Тюмень. Пятую серию. В этот момент Валентин движется в поезде от Красноярска и пытается вести съёмку, размещать ВКонтакте. Но я не могу с ним связаться. Нет мобильной связи. И нет интернета у него. Пусть получается первый блин комом. Повторю, что здорово раздражает. Раздражают эти громкие заявления о цифровом телевидении по всей стране. Об интернете 4G. И даже вот она реальная обстановка. Часа три выпадает. Реальная картина, когда слова с одной стороны и реальная жизнь с другой. Здорово раздражает. Так, ладно. С левой стороны по ходу мало эти мерли. Населённый пункт. В таком вроде есть же кто-то прилетит. Как её я забыл. С левой стороны примерно в трёх километрах Юваново. Населённый пункт. Далее по ходу с левой стороны. Сермискасы. 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 Да. Ну, да. Да я что-то то холм, то дизина, то холм, то дизина. Пропадают связи с этими периодически. Лично у меня резко отрицательные отношения к Билайну. Я вообще без остановок. У меня задача доехать. Ну, вот, да. Пару дней туда и пару дней обратно Но это вот опять-таки Либо конец недели Либо прям понедельник Начало следующий Обратно Это юг Я тестировал все Всех мобильных операторов При движении по России И МТС И остальных И вот мое убеждение Самый надежный оператор Пока это не реклама А констатация факта Это мегафон У него покрытие по всей стране Но С левой стороны По ходу движения Населенный пункт Юнга На расстоянии примерно На 2-3 километрах Будет Левый поворот Проехали Это как раз Кюнге В контакте Появилась новая функция Прямая трансляция Но к сожалению Ее реализовать Не получается Вообще никакого интернета нет Прямая трансляция 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 Впереди город, ограничение 60. Впереди развязка, с левой стороны Маска Косы, Ахманаи, извините за такой комментарий. Движение по трассе М7. Видно, что и разметка приличная. Движение вполне комфортное, но темно. Начинает темнеть. Заранее скажу, что привал будет в Казани. Будет короткая экскурсия по городу. Пытаемся максимально использовать светлое время для движения. Но, как по факту, получается... Сами видите. Если двигаться только в светлое время, то это будет экскурсия. По факту, это идет рутинная работа, перегон автомобиля. Впереди камера, ограничение 90. Впереди мобильный пост ТПС, ограничение 90. Впереди мобильный пост ТПС, контроль скорости. Ограничение 90. Достаточно много населенных пунктов. Слева и справа по ходу движения. Впереди мобильный пост ТПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди мобильный пост ТПС. Далеко впереди, справа, Анат Киняры. Малый Сондырь. Это с правой стороны. С левой стороны Карактасы. И поскольку ударение на последний стол, то будет не Чебоксары, а Чебоксары. Я так думаю. Далеко с левой стороны, примерно в 5 километрах Шамяково. Населенный пункт. Стемнело, но местами движение вполне комфортное. Освещение вдоль дороги. Но это вблизи населенных пунктов. Вблизи населенных пунктов, вблизи АЗС. Будет еще одна серия. По всей вероятности, немного движения в темное время. На привал, опять скажу, в Казани. Привал. Ночевка в Казани. Ну и посмотрите немного на ночную Казань. И утром на дневную. С левой стороны населенный пункт Шабашкар Касы. С левой, с правой стороны Ядрин Касы. Немалый сондырь. Хорошо видна разметка в темное время. Но еще не совсем стемнело. Условия движения вполне приемлемые. Условия движения вполне приемлемые. Если просматриваете видео, можете сделать вывод, что работа перегонщика довольно тяжелая работа. Впереди город. Ограничение 50. Слева по ходу Харкасы. Справа Микши Энзии. Впереди развилка. Движение прямо в населенный пункт Чандрова. И через Чандрова Чебоксары. Трасса М7 уходит вправо. Впереди. Продолжение следует. Слева по ходу Харкасы. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Впереди камера. Ограничение 60. Это уже преград Чебоксары. Привычное звучание Чебоксары. Объездная дорога. Объездная дорога. Развеги следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прямая трансляция из окна поезда... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, к сожалению, вот такая работа... Продолжение следует... 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 Это объездная дорога Чебоксар. Затор на заторе. Освещение никакого. Объездная дорога города Чебоксары. Практически любой левый поворот ведет к городу Чебоксары. Трасса М7, маршрут Москва-Кемене. Сегодня 19 и 11 день. Сегодня день ракетных войск. Поздравляю всех, кто имеет к этому отношение. День ракетных войск. Мощное оружие защиты. Поздравляю. 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 я бы по идее остановился бы на привала где-нибудь но Валентин продолжает движение ограничение 70 справа по ходу сотря косы населенный пункт но впереди трасса М7 соединяется с дорогой которая ведет из Чебоксары Чебоксар по ходу сотря косы в Холчаке в Холчаке Валентин в Поксаре в Холчаке в Стрельсии в Киеве в Торио в Стрельсии в Киеве в М7 в М2 Продолжение следует... Продолжение следует... Прямо по ходу Когеси, населённый пункт. Но это можно сориентироваться по освещению. Дорога называется... Ну, во-первых, М7. На развязке левый поворот. Так, осталось нам 160 километров. Но до Казани поменьше. 160 это уже до места. С учётом заезда в Кремль. В общем, дофига. А время прибытия показывает в 20.44. Но это в Казани сейчас пробки начались. Пока доедем, они должны будут рассосаться. Так, левый поворот трасса Вятка. Р-176-97К-022. Хрен поймёшь, вот с такими маркировками, ребята. Если такое название дорог, то уже пишите на своих специальных картах. А для водителей, для обычных людей надо, наверное, другие названия давать. Р-176-97К-022. Пока проговоришь, сдохнуть можно. Так, Чебоксары, получается, проехали уже. Держим путь. Аликосар. Аликосар остался позади. Ограничение 70. Казани 135 километров. Это часа... Ну, два, наверное. Аликосар. 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 Казани 18. Продолжение следует... 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 Впереди мост через реку Большая Цивилия... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Трасса А-151. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 70. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 70. Впереди камера. Ограничение 70. Впереди камера. Ограничение 70. Продолжение следует... 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 Музыкальные композиции, по всей вероятности, лучше всего накладывать, когда хороший вид из окна в светлое время. Но в темное время реально ощутить обстановку. Так что в Сибири, как вы можете убедиться, нет на трассе не только интернета, обычной мобильной связи нет. Поэтому трындеть о том, что цифровое телевидение и 4G интернет, лучше бы помолчали ребята, не раздражали людей. Продолжение следует... Впереди левый поворот к населенному пункту Козловка. Достаточно много мелких населенных пунктов. Вот, например, по ходу движения с левой стороны Байгулова, Карачева или Бары. С правой стороны Емёткина. Я бы по-другому прочитал. Если бы у Валентина стоял мегафон, карта мегафоновская была, думаю, связь была бы получше. Потому что с Билайном на трассе делать нечего. Самый отвратительный оператор. За ним идёт МТС. Я отказался от Билайна несколько лет назад. А потому что на трассе не было никакой связи. Перешёл на мегафон. Звонили из офиса Билайна. Просили не уходить, оставаться. Там льготы разные обещали, скидки. Им объясняешь нормальным языком. Ребята, дело не в тарифах, в конце концов. Дело в том, что у вас связи нет на трассах. У вас только в городе связь. А на трассах с Билайном делать нечего. Уговаривали. Я говорю, нет, нет, нет. Категорически отказался. Ну, надумайте, возвращайтесь. Я ушёл от них. И Валентину предлагал тоже уйти к чертовой матери от этого оператора. Ну, вот он как-то был сторонником Билайна. Ну, и в конце концов, не ранее как полгода назад, он был на трассе и Билайна впендёрил ему 5000 за то, что он в течение там нескольких дней был на трассе и пользовался вот интернетом и на мобильной связи. 5000. Он был в шоке. Начал проводить разборки с Билайном. Никакой реакции. Никакой. Ну, тогда он написал заявление о переводе к другому оператору. Моментально позвонили, стали упрашивать, не уходить. Ну, он пошёл на компромисс в том плане, что они обещали списать ему якобы долг. Чистейшие воды мошенники. Ну, вот он остался пока с Билайном. Ну, вот как только эти деньги закончатся, которые они обещали погасить, он уйдёт оттуда. Бегут. Многие бегут от Билайна. Я свою каплю яда добавлю. Самый отвратительный оператор. Это Билайн. За ним МТС. На первое место я бы поставил Мегафон. На второе место Теледва. У Теледва, правда, ещё не по всей стране связь. Но то, что они делают, мне очень импонирует. Ничего на карте не вижу. Примечательно. Ничего. Ни населённых пунктов, ни деревень, Впереди развилка. И дорога ведёт к населённому пункту Нижний Курган. Что там ещё? И Козловка. С левой стороны, напомню, река Волга. На разном расстоянии от трассы. На развилке уходим, берём вправо. Алё. Ал? Да, у тебя всё нападено. На ребёнка забираешь? А чё такое? Ааа, там просто Лена звонила. Ну чё она? Она заберёт? Ну, она до тебя, ты не подняла трубку, она мне позвонила. Этот, ну чё, она заберёт? Ааа, я понял, чё ты задержалась-то? Автобуса бы не было, или отрабатывала? Ааа, я понял. Да, всё нормально, зая, сейчас не очень удобно, но виглятор нужен. Давай. с правой стороны похода у Разметьева, с левой старая Керлима. Впереди железнодорожный переезд, больше никаких достопримечательностей. Впереди камера, ограничение 90. властами. Весело смотреть, только дорожная разметка в основном видна. Те, кто любуется пейзажем за окном, могут прекратить смотреть до следующей серии. В следующей серии тоже будет движение в темное время, но там значительная часть будет движение по городу. Вот она наша заправочка, следующая остановка Кремль и Казань. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тишина... Казань заправляется... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Валентин Корректор А.Кулакова Когда-то не стало холодать Республика Татарстан Движение по Татарстану На данный момент показывает время прибытия в 20.32 Включить документы Ну а как забрать оригиналы? Он может их переслать? Да там одножка Ну что оно там может стоить? 500 долларов Ну да если поехать туда перекантоваться Там как-то Уехать жить туда А че так это почему-то об аркине такого мнения Ух 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 Да 沒有 Ух 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 Ну я понял, ну а он что говорит, ты не спрашивал у него там живет кто студент и не студент, кто живет там? Субтитры сделал DimaTorzok А че он сам звонил что ли это напомнил? Субтитры сделал DimaTorzok Ага Да, хорошо, ты там этот и дегустируешь? Ну я не знаю, что показалось так Ну да Ну да Ну понятно Ясно, ну ладно, я пользуюсь навигатором на подъезде уже Ага, да, хорошо Заканчиваю комментарий к пятой серии Следующая серия тоже будет немного в темное время Ну и движение по Казани Такая небольшая экскурсия Ну в темное время опять-таки Ночевка, привал Тоже в Казани И будет возможность посмотреть на город уже в светлое время с утра Всем всего доброго, до следующей серии До следующей серии Продолжение следует... Продолжение следует...